я думаю стоит сейчас слово дать наверное котлеролу вячеславу что он наверно хочет сказать а то как-то неудобно даже он молчит да здравствуйте приветствую александр денис эля евгений юрий приветствуем здравствуйте уважаемых слушатели и зрители да я сейчас уже давно иду в режиме таком спросили отвечу не спросят и так могу и промолчать 2-3 часа знаете 24 часа в сутки вещать относительно вещать да это не просто вот я тут накидал блокнотик очень много тем но они так быстро сменились то есть я бы вообще бы не обратил внимание на на эфир мне там написали на канале что идет эфир я тебе говорят ну смысле обо мне но я с интересом решил послушать поэтому даже не знаю с одной стороны хочется вернуться в тему предыдущего эфира а с другой стороны денис так резко повернул эфир такую очень интересную тему который в принципе вот эта тема загора масонных тайных обществах их вообще можно каждый день создавать эмусировать то есть с утра до вечера она как бы это нескончаемо вот плоская земля я понял да да сразу подчеркнул что плоская земля это бред шизофреникам им всем лечиться плоскоземельцам надо любой здравомышлящий человек понимает что не может блин плавать в космосе или лать вот значит первое тайны общества никакие они уже не тайны и если для нас явны вот настоящие тайны и общество которые которые все-таки есть мы про них с вами ничего не знаем а это всего лишь куклы на руках вот этих тайных обществах масоны череп и кости там иллюминаты часу союз 9 по моему если не ошибаюсь было прозвать сообщено и ряд ряд других там к организации это все петрушки самый основной упор вот я всегда буду стараться вставлять этот момент связаны с америка и плавно перейду на солу гудмана потому что ему благодарен несмотря на все эти вот ситуации которые сейчас происходят он фактически единственный кто меня подбить поддержал он рахман тор купцов поддержал что америки нету по моему собственно и все если кого-то забыл вспомню вот значит не какие-то не тайны общества они они нам известны вот и их даже можно увидеть да в интернете у них уровень посмотри посвящена настолько низкий я вас уверяю они даже сами не знают что континента северная америка не существует вот представляете на кур на какой примитивный уровень посвященности и обещал я думаю мне удастся вы еще в будущем выдавать уникальные озвучки это вот сотовую землю выдал отсутствие америки дальше еще удивлю никто не посвящен так как посвящены те кто живут на луне и все это луна нафты это все фиксирует а я буду просто озвучивать местным жителям переводить на современный язык что происходит почему масоны вот да эта тема я все время хотел с юрой и обсудить масоны он предполагать тему что возможно мы не то чтобы благодарны должны быть возможно они нам масоны дают развитие я уже приводил эту ситуацию представьте на секунду у вас большой дом в этом всю жизнь на него работали он там хороший дом построили дети у вас появились потом пришли какие-то оккупанты ну с оружием до вас всех перестреляли а ваших детей оставили в живых и повесили на ваших холодильник это упрощенной форме относительно ходу моделирую ситуацию большой пудовый замок а потом большим детям выдают эту еду порационно сегодня мы им дадим колбаски покушать завтра там икорки и так далее так вот масоны забрали все у нас у коренных жителей кто такие коренные жители это прежде всего человеке с совестью ты неважно какой у вас разрез глаз неважно какого цвета у вас кожа главный критерий человека это совесть есть совесть человек нету совести значит оккупант все поэтому возводить их в ранг то что они у нас все забрали а потом нам выдают на же же добро это это глупо вся территория вот это азия назовем условно а раньше называлась россия вообще-то россия россии даже буквы украли и теперь азия и теперь у нас остаться что азиаты а то какие-то желтые люди черными волосами до скажем так азиатской наружности асиара россия вот по массу нам так пробежался сергей тарасов сергей тарасов вы знаете было время когда его действительно считал другом то есть когда мы с ним познакомились и вот эти наши первые труды я был восхищен насчет его наркоманства я бы до последнего молчал но многие знают что произошло в эфире то есть когда он раньше знаете как это когда была определенная жара я терпел когда жара стала больше я не я терпела когда уже запекло я не вытерпел то есть когда вон в эфире сказал да ты там алкаш лыгарьё там посмотри на свою рожу там ты рыпыры ну тут уже все я взорвался как 300 тонн тротила даже если бы это было все правда вот кстати там от человек под ником в моем чате этом под определенным ником хочет приехать как встретится со мной воочию вот человек когда мить увидеть меня воочию он немножко удивится потому что я всегда знаете как говорю никто не видел моей талии когда говорят все что я жирный даже не представляет как я выгляжу на самом деле это раз никто не представляет как я выгляжу в дневном цвете вот так вот просто просто обалдеете это ладно это немножко они не в ту сторону и тогда я конечно ну уже все я уже давай раз так пошло давай я тогда расскажу всем что ты из себя представляешь вот и принципе вот мне понравилось мне посыпались комментарии потом положительного относительно характера что мне говорили мы думали что ты раньше просто подкалываешь его счет наркоманство а когда с чего вообще все началось почему я надо на тарасова обозлился он раньше ездил по россии и в разных городах рассказывал как котляров коннектится к информационному полю эти ролики сохранились я даже у себя специально выложил ролик где он показывает что я беру бутылку с утра эту бутылку выжрал а потом там побежал в холодильник два снаряда достал боевые дни веселый я бы до последнего шел я человек немножко другого характера я первым никогда не начинаю если меня как говорится укусил комар я ему обязательно прихлопну я не буду смотреть как он у меня кровь пьет а еще и какой-нибудь может заразу занесет я его буду убивать сразу напрасно обо мне говорят что котлеров поменялся котлеров всегда на самом деле был таким вот только тщательно это скрывал да то все помнят по институту бы я по моему всегда был таким первые ролики еще что в принципе сергей делает все правильно и я вызывающий себе виду но всему должны быть и ну знаете предел ну я там могу тоже там заорать в эфире там все пошли вон из нашей соты вы оккупанты там и тыры-пыры но у меня все равно есть критерии я не не перехожу вот эту черту которую перешел сергей а он целый мешочек и маленькую тележку наложил за последнее время я говорю если бы представим этого не произойдет но если бы серия тарасов сказал слова смотри хочу создать конференцию что посоветуешь мы бы ее собрали да не 16 человек ну собрали 8 10 но бы мы ее собрали во первых зачем зачем москве квартиру снимать можно было за городом там дешевле просто сесть на машину приехать на этот фестиваль а отсвистеться сказать все земля плоская круглая и поехать по домам зачем москве снимать это глупо вот по поводу потом уже пошло смешнее когда начали они кунгуровый сол говорит ну ладно плоскую землю не будем обсуждать а вопрос а зачем тогда котлярова приглашать что он еще может котлярову кроме земли рассказать не я могу конечно про политику рассказать я могу рассказать что америки нету ну вы сейчас возьмите любого себя спросите есть америка вы скажете есть а я знаю что нету и как где быть с вами не смешно вы же в нее верите хотя никогда не видели а и нету вот пока передам слово подумаю спасибо что удали такой хороший задел озвучить или на темы так все таки так все таки гудман наркоман или нет это к не понял и на чем основаны такие тезисы нет он не наркоману просто несчастный человек он не принимает наркотики это светлейший человек который запутался заблудился попал под влиянием видите даже в этой ситуации я не могу он просто как раз кто смотрел эфир от юрия благодарен лучший ролик они сделать это знаете это просто на наступил как говорится на мозоль причем это же была моя проверка на самом деле я с первого дня серёге внушил что я беспробудный пьяница то есть у меня вся жизнь проходит это в синьки вообще кто меня знает общаются они конечно удивлены для чего это сделал но я знаю для чего это сделал первую очередь расположить когда человеку начинаешь о себе рассказывать даже вымышленные какие-то ситуации он подсознательно тебе больше доверяет и серёга как-то в приватной беседе не знаю александр подтвердит или нет год назад мы сидели втроем саша проводил тему на институте б посвященной наркомании вот блин недавно там слава там сергей тема была сергей как заорет у меня может даже в записях это можно найти ты почему меня не позвал а ты каким боком спрашивает саша у сергея ну как это каким я 20 лет в теме ты что охренел если будет еще следующий эфир такой зови обязательно вот я бы не на не выносил бы ссор из избы если бы он с первого дня не начал бы демонстрировать мое его отношение ко мне а я уже потом подумал хорошо сотовую землю тебе рассказал америку не получишь и еще ничего и еще кое-чего не получишь то что я еще буду дальше озвучивать из доверия вышел то есть на простое попал скажем так главного кула я понял что лишился гудма на самом деле главного куратора это тебя я правильно понимаю ну скажем так человека который может действительно выдавать и абсолютно уникальные знания которые невозможно найти в интернете я сам проводник то есть это жители луны пригласили меня к себе в гости говорят вячеслав мы видим ты достопочтенный уважаемый человек давай мы тебе передаем знание а ты местным жителям их озвучь но помни они все в основном своем массе очень зазомбированы найди к ним подход сделайся своим парнем лучше всего обыкновенным таким человеком там за бульдыгой там каким еще лучше хроном сделайся и это людей подкупает местных они всегда любят когда ближе к народу не надо вот этих пафосах я там одеть белую сутану там седую бородку отрастить я пришел к вам дети мои чтобы передать вам знание уникальные нет будь проще к тебе будет огромный интерес я говорю фирш и фирштейн хорошо вы это ну к вам только просьба ведь когда я буду это все озвучивать вы же мне как-нибудь охрану обеспечить они говорят конечно за это не переживай и днем и ночью будут это летающие тарелки бороздить на твоим думам и всех отстреливать вовремя ты уложился нам ладно вячеслав благодарю тебя за то что развеял нашу беседу на связи